Местом проведения форума станет Олимпийский парк и, в частности, главный медиа-центр. Там пройдут выставочная и деловая программы с мастер-классами. Предусмотрена и развлекательная программа для участников. Это в том числе экскурсии по знаковым объектам Сочи. О своем намерении приехать на форум уже заявили 7 тысяч волонтеров, экспертов, представителей министерств, социально ориентированных некоммерческих организаций и благотворительных фондов из разных стран. В качестве помощников для них выступят сочинские добровольцы. Сегодня официальный старт набора волонтеров на международный форум. Присоединиться к нему может любой желающий в возрасте от 18 лет. Для этого необходимо отправить заявку на электронную почту или позвонить по телефону, либо заполнить анкету в здании волонтерского центра на советской 26А. Завершится набор волонтеров 23 ноября, затем начнется обучение. Мы готовим 400 человек. Из них нам необходимо 100 англоговорящих, которые будут помогать в организации форума. Функций довольно много. Это и встреча провода в аэропорту, очень важная функция логистов. Это те ребята, которые будут работать с приезжающими 125 человек. Это те, которые работают с командами. Помимо того, что они координируют, куда им идти, в какую секцию сейчас посетить, ну и, соответственно, проводят в соответствии с ними знакомства, потом обмен опытом. Вот такая очень логистическая функция, которая ляжет в этот раз на добровольцев. Подготовка к этому событию началась по всему Сочи. Вопросы, связанные с транспортом, проживанием участников, а также обеспечением безопасности, обсудили в мэрии на заседании Оргкомитета по подготовке к форуму. В нем приняли участие глава города, его заместители, руководители профильных ведомств и представители правоохранительных органов. Добавлю, что форум стартует 2 декабря, а завершится 5 концертной программой. Ключевым событием церемонии закрытия станет вручение премии победителям Всероссийского конкурса «Доброволец России-2019».